Аят, который я хотел сегодня процитировать. Не помню, насколько я давно его цитировал. Это из сурата Аль-Бакара, цитировали в ближайшие годы. Но мне здесь само звучание одного нюанса очень так привлекло. Хотя другое я таскал, наткнулся на этот. Мне показалось, что оптимально в контексте попрошаек в том числе, которые я уже сказал. Здесь очень интересно есть звучание. Слышание себя и своей веры в этом аяте. Всевышний творец Всевышнего в заключительном Священном Писании, в Коране, вторая сура, 177 аят, если в оригинале звучит следующим образом. Слова Всевышнего Творца. Аль-Бакара. 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 в религиозных кругах за последние 27 лет. Особенно среди новичков и среди в том числе не новичков, которые выбрали для себя те или иные какие-то крайние пути. У них очень часто вот так веры будет, вот так веры не будет. Так вот набожные, так ненабожные. Судим очень часто по внешнему виду, о набожности или ненабожности человека. И очень часто вот это некая такая формальность. Хотя, конечно же, вера и набожность – это очень индивидуальный, такой интимный вопрос между человеком и Всевышним Творцом. И вот здесь ориентиры каковы, что ты верующий, что ты набожный. Ориентиры каковы, не кто-то тебе что-то в интернете скажет или в какой-то книжке прочитаешь – так посмотрел – кефиром стал, так сказал – кефиром стал и так далее. И всегда аргументов много найдут. При желании, как угодно, можно аят или хадис повернуть. Прямо-таки не любой, но при желании можно очень многое по-разному трактовать, усложняя жизнь себе и другим. А если исходить из того, что человек читает Коран, читает хадисы, им старается извлечь для себя полезное. Извлечь то, что можно применять в повседневной практике. Полезное берет, полезное, полезное и применяет. Становясь умнее, сильнее, богаче, набожнее, мудрее и так далее. Не является бирр. Бирр в основе своей в арабском языке – это очень такое всеобъемлющее широкое, с широким значением слова. Бирр, значит, даже здесь, когда переводил в свое время – благородство, доброта, праведность, благочестие, набожность, религиозность. В основном, с вами все хорошее – бирр. Благородство заключается не в том, кто в какую сторону молится – на восток или на запад, подстрочно. То есть, на восток ли человек молится или на запад, в том смысле, что когда мусульмане, христиане, иудеи и другие, вот так человек встал еще что-то, так как однажды там я помню, где-то мы просто в Умре были несколько человек. Ну, после какого-то намаза или еще, просто встали вот так в круг – дуа читаем. Нет, кто-то подходит там с таким умным видом араб начинает говорить. Ну, так как я владею, я ему тоже отвечаю. Нужно именно вот туда, туда нужно повернуться и так далее. Но в основе своей сухость мозгов, она очень часто у нас людей присутствует из-за того, что когда мы не знаем альтернативные варианты, когда мы не читаем Священное Писание, не слышим его, а просто какие-то вот так деревянные установки кем-то высказаны. Тот же самый аят, вторая сура 115 аят – куда бы вы не повернулись, там будет лик Божий, если посрочно перевести. То есть Всевышний, Он ничем не ограничит. Когда ты намаз читаешь, да, это как единящие всех мусульман в мире. Они направляют свой лик во время чтения намаза в направлении Кабы, Кибла. Все. Человек вот в эту сторону. И здесь, даже порой я смотрю на некоторых, сегодня видел, на верхних этажах. Люди молятся не вот так прямо, а вот так в эту нишу. Это неправильно. Тут нет такого, куда эта ниша, она всего лишь указывает на стену. Вот эту вот. Ту сторону. Куда нужно молиться? То есть нужно молиться вот туда, прямо. Эта ниша в любой мечети указывает в стену. Мы не на нее молимся, не на эту нишу, а стену. А стена дает направление Мекка, Каба, Кибла. Вот направление молитвы. Но если человек молится вообще, дуа читает, куда бы он не повернулся. Как бы что ни произошло. Даже когда намаз читают в незнакомом месте. Вы где-то оказались в гостинице, в городе. Вы не знаете, у нее там мечеть. И вы не знаете где. Ну там очередной намаз, куда будет сейчас по всему городу. Ну неизвестно. В любом случае, вы делаете самостоятельный чтегад. Анализируете сами. Все. Молитесь. Если даже вы неправильно Киблу выбрали, перечитывать эту молитву не нужно. Причем это мнение всех богословов. Вот эти нюансы таковые. И здесь говорится о том, что благородство заключается не в том, кто в какую сторону молится – на восток, на запад. Кто вот так что-то сделал, другой еще что-то сделал. Сейчас говорят – а можно ли футболки с коротким рукавом? Ну конечно можно. А майка? Ну можно, но просто может быть это не совсем этично будет. Какой-нибудь майку, такой спортсмену своей мышцы в это счет. В майке пришел. Ну просто некрасиво будет, но канонически тоже может. Вот от пупка до колена. Все. То есть как бы оптимально и человек без проблем. Есть понятие того же самого Авраата. Поэтому благородство заключается не в том, в какую сторону туда-сюда вы молитесь. Однако же благородство – это что? Благородство как таковое? Благочестие, набожность, религиозность это что? И начинает перечисляться. То есть, из каких составляющих выстраивается это благочестие, набожность, религиозность человека? Из каких составляющих? уверовать в единственного Творца. Вот вера во Всевышнем. И когда начинает, а вот как, а вот что, а есть у нее там глаз, рука, нога, еще что-то, всякий вот этот дребедень. Когда на русском языке, когда присутствует русскоязычный, русский язык пропитан христианской культурой, где есть понятие некой формы Бога. В исламе такого нет, в исламе такого нет. Понятие Творца творец трансцендентен, не ограничен ни местом, ни временем. В Коране говорится – нет ничего подобного ему, просто нет. Ваш разум, он не в состоянии понять, представить, вообразить, фантазировать на этот счет. Просто нет. Но вы верите. Человек верит в существование Творца, Создателя, Бога, Господа. Второе – кто уверовал в то, что будет в Судный день. Тоже свои нюансы у этого. Конечно же, как я сейчас в одном месте был как раз, и там интересно, что на балконе просто кушаем, а сзади несколько женщин. И они такие в платках, все четко по-мусульмански одеты. Четко все. Красиво, модно, красивые такие платочки, все шикарно, все одеты. И курят. У меня, ладно, я уже всякое в жизни видал, челюсть вот так не отвисла, но курят за моей спиной. Я этим дышу. Я поворачиваюсь, это как бы открытый балкон. Я поворачиваюсь и говорю – послушайте, здесь на местном языке, можно не курить, что ты в этом роде искал? Я здесь кушаю. А мне отвечает одна из них – а здесь на открытом воздухе есть. У нас право есть. А у меня прав нет, что ли? Кушать спокойно, не вдыхая этот яд. Ну все, все они поняли, все хорошо, затушили свои сигареты. Но, конечно, это выглядит, как в каком-то анекдоте. Все так четко по-мусульмански одеты, все прямо и с сигаретами. Поэтому понятие судного дня, конечно, у каждого свое. Понятие судного дня, уверовать в судный день, то, что будет судный день. Отвечать пред Всевышним за свои дела, за свои поступки – это очень важно. Конечно же, здесь нужно совсем, чтобы не оттяжелиться этим. Но по крайней мере религиозная практика, отсутствие вредных привычек, отсутствие того, что явно запрещено, воспитание детей. То есть судный день, вера в судный день должна давать человеку определенный импульс не совершать очевидных грехов, явно запретного, явно вредного воспитывать детей своих в соответствующей культуре. Ну и, конечно же, придерживать соответствующих обязательных положений самому. Дальше идет благочестие, правильность, набожность, религиозность. Что? Вера в Всевышнем. Судный день. Дальше идет ангелы. Мир ангелов. Однажды в одной книжке мусульманские преподавали, тогда по ней в каком-то из мадреса написано, что вот там этот, что-то про… А, сатана – это падший ангел. Я думаю, что за ерунда, кто так вообще издает? Ну, просто-напросто взяли какие-то вещи из востоковедческих книг, переписали. Иблис сатана, как был джинном изначально, так и остался этим джинном изначально. В Исламском богословии такого понятия, как падший ангел, никогда не было и нету. Ангелы во всем покорны Всевышнему Творцу. Во всем покорны, в Коране четко сказано. Вера в существование ангелов, мир ангелов. Дальше идет, это тоже составляющее благочестие, благонравие бирра – религиозности, набожности человека. Вера во все священные писания. Пророки Божии. Дальше идет. То есть, у человека есть составляющая его веры. В данном случае, вот это, вот это, вот это, перечислено в аяте. У него есть определенные важные столпы веры. Далее, в данном случае упоминается, что? И в то же время, кто носит в себе бирру, вот эту религиозность и набожность, какое у него еще есть качество. То, что он дает, он как бы с любовью относится к деньгам. Он что-то собирает, что-то накапливает, он что-то собирается купить. Они ему нужны. Безусловно, он трудится, он их зарабатывает и это ему предоставляет удовольствие. Он хорошо относится к деньгам. Он любит их. То есть, для него не что-то отвратительное. Он любит, хорошо к ним относится. Но, вера побуждает его нуждающимся дать, начиная с родственников. Кто-то родственник нуждающийся. Такое-то. Малоимущий. Кому-то нужно на образование. Кому-то нужно на лечение. И здесь, в этих случаях, верующий человек, он проанализирует в общем, в целом, я говорил даже, есть такой интересный момент. То есть, из всего приходящего, порой, просто какой-то процент откладывать. Два с половиной процента закята – это отдельная тема. И там достаточно, это не все, что мы зарабатываем от этого два с половиной процента, это отдельная совершенно. Отдельная тематика, там просчет отдельный. Но, в то же время, можно больше отложить и передать нуждающимся из числа родственников, нуждающимся из числа родственников. Далее идет. Люди, оказавшиеся в пути, просящие, то есть нуждающиеся в этом, как я сказал, попрошенничестве, совсем в другом моменте. Кстати, здесь хадис специальный еще такой есть, достоверный пророк сказал, в комментарии пророк сказал. То есть, если человек, не нуждающийся, просит, то это будет позором на его лице в судный день. Безусловно, те, кто курирует попрошенничество в Москве, им до судного дня и наплевать. Абсолютно неважно. У них бизнес бизнесом, попрошенничество. Но, для человека верующего, нужно понимать, человек более-менее верующий, что вопрос попрошенничества с точки зрения Сунны, Курана и Сунны – это однозначно харам. Как попрошенничеством заниматься, так этому способствовать. И в том числе, во времена Омара Нурхаттаба, второго праведного халифа, был случай, когда один человек попрошенничал. Ну, Омара-то увидел. И Омара сказал, не сказал дайте ему денег, сказал накормить его. Мало ли человек в трудной ситуации оказался голодным, накормить его. На другой день, Омара его опять увидел, у этого человека. Он спрашивает у тех, кто рядом с ним – вы что, его не накормили что ли? Они ему говорят, накормили. Он подошел, смотрит, у него там целая торба, то, что он собирает, у него там уже всего набралось много. Он это забрал, сказал – вот это передайте на закат, а ему сказал – больше сюда не возвращайся. И там есть очень такой нюанс. Он говорит, оказывается, ты не нуждающийся, а торговец. Попрошенничество для тебя просто ремесло. Ты торговец. Поэтому то, что перечисляется в аяте – это когда мы нуждающимся, сироты, бедные, немущие, просящие, в качестве освобождения от рабства, это еще изначально 14 веков назад. Даже короническим текстом. Люди должны быть свободны. Люди должны быть свободны. Рабства не должно быть. Изначально это было заложено. Дальше идет – кто такие, у кого есть бирр – вот это бирр – качество. Они выстаивают молитву, выплачивают закат. Если они заключают какие-то договоренности, то они им следуют. Но для того, чтобы заключать договоренности устно, мы все знаем с точки зрения работы мозга, каждый понимает и слышит по-своему. Поэтому в Коране самый длинный аят в Коране. Если у вас какие-то долговые отношения на определенный срок, тогда напишите это и пусть будут свидетели. То есть какие-то, потому что с точки зрения набожности, быть набожным – это значит, если ты какую-то на себя ответственность взял, обязательства взял, коммерческие, иные, другие, самые разные. Ты должен этому следовать. Взял – следовать, но для этого лучше всегда написать и подписаться. Что именно? В чем именно? Что именно ты обещал? Чтобы потом не получилось, один понял одно, другой понял другое. Что обычно в жизни не происходит. Далее идет, вот эти качества бирр. Если вы себя называете человеком бирр, то есть у которого есть благочестие, благонравие, набожность, религиозность. Вот эти все ваши качества в сердце, эти качества в ваших делах. Далее идет. Эти люди, они в самых трудных ситуациях, где нужна решительность, где нужна реальная смелость. Те или иные ситуации, касающиеся проблем финансовых иных, со здоровьем. Они всегда проявляют терпение. То есть люди спокойные, терпеливые, у кого есть бирр. Вот эти люди, с этими качествами веры, религиозной практики, отношения к обязательствам, вот эти люди и терпеливые в самых разных жизненных условиях и ситуациях, они проявляют терпение, спокойствие. Вот эти люди, они правдивы, называя себя верующими, религиозно практикующими и это поистине, по-настоящему набожные люди.